Я уже общаюсь с вами, параллельно я выхожу в эфир, поэтому я буквально на чуть-чуть отвлекусь в эфир, и дальше всё дальнейшее время я уже буду общаться с вами. Для тех, кто сейчас, вот мне показалось, что я вроде в эфирах на обоих телефонах, для тех, кто сейчас присоединяется в эфир. Сегодняшний эфир – это абсолютный эксперимент. Я такого никогда не делала, но из серии «А давайте попробуем». А вы сейчас будете смотреть кусочек аквариума, вступительную часть аквариума, когда я отвечаю на вопросы. В принципе, в аквариум войти можно в любой момент. Для Инстаграма – это ссылка в шапке профиля. В Фейсбуке я периодически пощу, пощу, уже не знаю, как там правильно сказать, ссылку. То есть сегодня такой общей темы нет, лекции не будет. Это чисто ответы на вопросы людей, которые находятся в аквариуме. И потом мы уже пойдём непосредственно в работу. Будет выбран клиент, я буду вести работу. Вот когда мы пойдём уже в работу, тогда я от эфира отключусь. То есть то, что сейчас мы будем делать, я буду зачитывать вопросы, которые мне задают в аквариум. Я буду смотреть на ваши комментарии тоже, и в Фейсбук, и Инстаграм. Если у вас будут вопросы, я поотвечаю тоже, мы такое будем делать, ответы на вопросы раз в неделю. Ну и впоследствии уже непосредственно будем выбирать клиент. Если вы захотите посмотреть, как выбирается клиент, посмотрите. Те, кто пишут, те, кто присоединяются в Фейсбук, в Инстаграм, пишите, пожалуйста, «Доброе утро, мир». И люди, живущие в нём, вчера было решено, что мы оставляем утро, ну а там как пойдём. Так, первое, почему бывает дофига или нифига? Ты описываешь, Лили, ну с тем, кто, да, с тех, кого я уже знаю не первый день, я могу позволить себе на «ты». Ты, Лили, описываешь так называемую финансовую дуальность или просто одну разновидность дуальности. Дуальность – это такой механизм бессознательного, такой механизм психики, который, в котором входит заряд между двумя состояниями, который, так, сейчас по-русски, дуальность – это такой механизм, который поляризирует состояние и провоцирует человека переходить из одного состояния в другое, не своевольно, да, не управляя этими переходами. Когда человеку то густо, то пусто, да, поляризация, хочу отношений, не хочу отношений, экономлю, сливаю, хочу достигать цели из энтузиазма, бегу вперёд, рву там всё на своём пути, лежу, значит, в полувыгоревшем состоянии, лежу на диване, не могу к вас сказать, не могу себя заставить подняться, куда-то двигаться. Это дуальность между двумя этими состояниями, есть заряд, который поляризует эти состояния, причём с определённой цикличностью человек переходит то в одно состояние, то в другое. Есть определённые техники, которые сливают дуальности, я не помню, была ли ты у меня в КЭСах, в КЭСах я давала, это же техника, которая работает с ассоциациями, всем подсказка, кто был в КЭСах, техника, которая работает с ассоциациями, она прекрасно снимает дуальности, совершенно замечательным образом снимает дуальности. То есть дуальностей овер дофига, по-моему, ты была в ДНК, я не знаю, была ли ты в ДНК денег, там есть техника работы, там список, по-моему, около 300 дуальностей, всех возможных, которые я наковыряла за много-много лет, и техника, как эти дуальности сливать. Сливать, в смысле нейтрализовать, как убирать заряд между двумя этими состояниями, что происходит, когда у человека заряд между этими состояниями снимается. Связка, поляризация, поляризация двух состояний, эти состояния же связаны, оказываются. То есть человек будет либо в одно, либо в другое, его будет туда-сюда колбасить. Это вот как качеля такая получается. А когда эта поляризация снимается, есть просто два состояния, они не связаны. Человек может выбирать, в какое состояние идти. Так, как перестать кормить свои страхи? Лили, если есть дополнительный вопрос, задай. Как перестать кормить свои страхи? Слышала, что нужно переключаться. Так ли это? Благодарю за ответ. Нет, переключаться не самая эффективная стратегия. Во-первых, вопрос, какие страхи? Переключаться не самая эффективная стратегия, потому что в большинстве случаев это из серии «не думай про белую обезьяну», либо «не представляете белую обезьяну». У кого сейчас в голове возник образ белой обезьяны? Ну, чем больше вы стараетесь о чем-то не думать, тем сильнее эти мысли начинают приходить и прокручиваться в вашей голове. Переключаться достаточно бывает сложно. А смотря при этом, про что вкладывается в понимание переключаться, если ты начинаешь делать телеску, то это может неплохо помочь, потому что у тебя фокус внимания будет уходить в тело, но в присутствие, а не в борьбу, ой, как бы об этом не думать. Про перестать кормить свои страхи я бы смотрела в несколько моментов. Я бы смотрела, ну, первое, я бы смотрела, что это за страхи и что за этим стоит. Стоит – это первое. Второе. Помните, я вам давала технику, в эфире я давала эту технику, как быстро справиться с неуверенностью, например. Вот со страхом работает так же самое, совершенно прекрасным образом. Один из самых простых вариантов – это когда ты… Это простой, да, это такой вот рецепт на коленке. Когда ты притворяешься этим страхом, описываешь этот страх. Когда ты описываешь страх, здесь важно понять, что вы описываете не то, что вы знаете о страхе, не то, что вы думаете, знаете о человеке, который боится, а то, как на самом деле вы этот страх в пути проживаете. Не то, как вы, простите, проживаете, а то, что вы проживаете, когда вы становитесь самим страхом. На самом деле там открывается гигантское количество ресурсов. Как правило, это страх большой, как правило, это страх влияющий, как правило, это страх, не знаю, там, обладающий какой-то энергией, какой-то силой, и вы делаете признание, вы признаёте, что это все мои ресурсы. То есть я осознаю и признаю связь между собой, своей личностью и переченью этих ресурсов, своей силой, своим объёмом, своей масштабностью. И у вас такое происходит, как непроизвольный вдох-выдох, вы тем самым склопываете заряд страхом, заряд, на котором страх держится. Если мы не говорим о страхе как навязчивой идее, как высокий уровень тревожности, тогда это немножечко сложнее, потому что там может быть в корне находиться какая-то травма, которая требует большого внимания. Тогда имеет смысл посмотреть, что стоит за этим страхом. Так кто там за этим стоит? Потому что страх может быть твой, страх может быть не твой, страх может быть унаследованный. Я бы ещё туда смотрела. Надеюсь, что ответила. Я пролистываю. Так, вопрос. У мужа для меня всегда нет денег. Считает, что я транжира, и постоянно зачем мне деньги, контроль, и даже когда я хочу купить что-то в дом за свои деньги, то нельзя. Марьяна, я могу вам... Я вопрос не вижу. Вы понимаете, вопрос? А в чём, собственно, вопрос? Сформулируйте, пожалуйста. Я могу давать какие-то комментарии на то, что вы написали, на то, что у мужа нет денег, на то, что он считает, что вы транжира. Но здесь нет самого вопроса. Возможно, я буду комментировать совершенно не в том ракурсе, в который вы хотите услышать. То есть первое, что я бы спросила, это насколько... Знаете, не про то, что насколько у мужа для вас деньги, а с кем вы путаете мужа, что вы спрашиваете у него разрешение покупать что-то в дом за свои деньги. Вот я бы вообще смотрела бы туда, потому что вы описываете скорее детско-родительские отношения, и тогда вопрос, с кем вы путаете мужа. Но поскольку сам вопрос вами не сформулирован, то я немножечко теряюсь, на какой именно вопрос отвечать. Вы написали скорее ситуацию. Так, здравствуйте. Как избегание конфликтов не даёт отстоять свои интересы с деньгами, например, поставить свои условия в работе? Так вы же уже ответили на этот вопрос. Как избегание? Вот именно так и не даёт. Когда человек боится конфликтов, чаще всего ему кажется, что будет конфликт, он боится-то не конфликтов. Он боится отстаивать свои интересы, он боится заявлять о себе, он боится обозначать свои границы, он боится настаивать на своих границах. Как правило, дальше следует идея, что если я сейчас обозначу свои границы, то это вызовет конфликт. Потому что когда-то называется «выбили зубы». Выбили зубы в метафорическом смысле, когда ребёнок начинает учиться показывать зубы и как-то пытаться обозначать свои границы, ребёнка не учат выстраивать границы, а дают ему по зубам. Понятное дело, что не кулаком, но дают ему метафорически по зубам так, что у него возникает ощущение, что обозначать свои границы – это страшно, опасно и, в принципе, чревато нехорошими последствиями. Более того, есть серия, есть этапы формирования границ, в зависимости от того, вы с большой вероятностью описываете то, что называется территориальными границами, которые формируются в возрасте, ну всё, что касается социума, формируются в возрасте 4-5 лет. И когда человек не может отстаивать свои границы, то он боится поставить условия, он боится обсуждать. Не то, что поставить условия, ладно, он боится обсуждать. У меня был знакомый, который ходил устраиваться на работу, повторялось из раза в раз, он говорил, вот там я начинаю работать. Я говорю, о, круто, здорово, поздравляю вас. Ну, какие условия? Ну, там достаточно близкие были отношения, я могла себе позволить спросить про зарплату. На что он говорил, не знаю. Ну, вот первый месяц дадут, я буду знать. Масштаб трагедии, понимаете, да, там границ, в принципе, не было. Именно так, вам не дали деньги, я не говорю, что это про вас, да, это, ну, вы задали такой вопрос. То есть человеку не дали деньги, он боится запросить их, он боится поднять цену, он боится сказать. Ну, это вопросы с границами, вопросы смелости заявлять о себе напрямую связаны. Почему я хочу и получаю, но ненадолго, быстро загораюсь, а потом быстро гасну? Тут скорее тогда вопрос, если получаю, тогда почему я не удерживаю, да, это, скорее всего, вот этот, наверное, вопрос, я фантазирую. Потому что быстро загораюсь, быстро гасну, поскольку с большой вероятностью вы не смотришь. Я фантазирую, да, здесь тоже так очень размытый вопрос. С большой вероятностью вы не смотрите на свою цель, как на марафон. Это особенность определенной структуры характера, которая развивается, особенность структуры воли, когда люди смотрят на цель, как на некий цель, да, как на, ну, как на задачу, и не рассматривают это как марафон. На этом падают, ну, простые примеры, да, приходит клиент на продажу для психологов, да. Да вот вы идете учиться, я не говорю вы, да, человек идет учиться на продажу. Как продавать себя, как продвигать себя, идет в эту сторону. И у него такая картинка глюченная возникает, что вот я сейчас эти два месяца отучусь, чего-нибудь там возьму, и как у меня все получится. И когда он начинает встречаться с реальностью о том, что это не отучусь за два месяца, и у меня все получится, а это марафон, который, ну, в принципе, пожизненный, реальность такова. Да, это марафон, это долго, это, ну, это такой, знаете, забег на года. Забег на года. Когда человек с этим встречается, энтузиазм быстро падает. Энтузиазма хватает на 2-3 недели максимум, это природа такая. В принципе, запало вот это, иссяк запал, да что, что запало. А вот этот энтузиазм, его хватает на 2-3 недели максимум. Это то, на чем падают многие ставящие цели себе на Новый год, неправильная фокусировка целей, когда вы ставите себе цель на результат и не на процесс. Результат – это вектор, а процесс – это то, это там цель, да, цель уровня поведения, который это к результату и приводит. И когда человек падает на то, что он ставит большую цель куда-то в результат себе, да, его, ну, не хватает, человек не может удерживать очень долго внимание только на результате, начинается огромное количество саботажа, каких-то событий, которые происходят, начинают отвлекать, и энтузиазм падает. Если не смотреть на это как-то марафон, то просто сливается результат. Это, не знаю, с уровнем повышения дохода так работает, с продвижением так работает, с похудением так работает, с выстраиванием отношений так работает. В принципе, если вы посмотрите в глубокую метафору детских сказок, на чем заканчивались сказки, то есть если уходить вообще глубоко в такой архетипический слой, на чем заканчивается большинство сказок? Ну вот серьезно, накидайте, вот я не увижу, не буду ждать, потому что там другие сообщения, другие вопросы. Большинство сказок заканчиваются на чем? И жили они долго и счастливо, да и умерли в один день. Ну примерно же так. То есть идея о том, что этот процесс, вот этот хороший результат, это процесс, который нужно удерживать, отсутствует. И у человека есть история про то, как я тут сражаюсь, да, прохожу путь героя, и может быть даже чего-то достигаю. А о том, что я это еще буду потом удерживать и развивать, отсутствует очень у многих. Поэтому удержать, получить проще, чем удержать. Так, с ТДД-дем отключите звук, пожалуйста, надеюсь, это не мне. А, я не слышала звук, у меня, понимаете, вот здесь вы в наушниках, я потом, когда поведу в сам аквариум, я их оттену. Я вас не слышу, но зато я вижу. Скажите, пожалуйста, моему мужу деньги ждут, проявляются, сливают или лентянечить, пока не закончатся. Как изменить ситуацию? Слушайте, буду жесткой, можно? Вот если бы вопрос задал муж, это было бы что-то одно. Но вопрос задаете вы, простите, может мужа поменять? Я знаю, что сейчас это, ну, как-то слишком, наверное, жестко звучит. Но вопрос задает женщина про своего мужа. Мужу это, похоже, не очень мешает. Мешает это вам. Наверное, очень цинично, очень жестко. Но лечить мужа без его запроса, да, это мама, это такая женщина, которая растит. Вот я рассказывала про трех типов женщин, есть еще два типа мужчин. Да, женщина, которая растит, женщина, рядом с которой растут, и женщина, которая, господи, представляете, у меня вылетело на самом интересном месте, вылетело из головы. В общем, женщина, которая впадает в материнский инстинкт, усыновляет мужчину рядом, начинает о нем заботиться, и тогда мужчина может себе позволить жить как-то вот так. И тогда вопрос скорее, ну, если вас это очень не устраивает, то, может быть, надо переставать, по меньшей мере, усыновлять этого мужчину и посмотреть, для чего вам такой мужчина нужен. Честно, знаю, что на меня сейчас можно разозлиться, но я это проходила лично. То есть у меня это есть в моем опыте тоже. Я очень хорошо знаю, что бывает по-разному. И вот эта вот история про мужу деньги, руки деньги жгут, вопрос, для чего вы рядом с таким мужчиной. Женщина выбирает, рядом с каким мужчиной быть. Меня сейчас, конечно, можно упрекнуть в категоричности, но я тут про мнение, а не про терапию. Так, как не обращать внимание на своих близких, которые тормозят мои цели и мечты? Скажу такую штуку, она прозвучит пустословно, да, выбрать себя, потому что кричат же на каждом углу, про выбирая себя. На самом деле, давайте по-честному, выбирать себя дико больно. Выбирать себя больно. Ничего там веселого и приятного в этом выборе нет. В результатах есть, да, этого выбора. Самое больное в этом признаться, что они не близкие. Что они не настолько близкие, как вам бы хотелось. Если они крабят, да, если они реально, ну, если не вы, говорите, окей, я сейчас выделяю время, да, я сейчас забираю время с вот этого проекта и просто хочу дать это время своим близким, потому что они близкие, потому что мне хочется время с ними провести. А если они крабят, то есть пытаются вам оставлять палки в колеса, честно признавать, что они не настолько близкие, как вам бы хотелось в это верить. Это болезненное признание, это выбор между я и другие. Вот выбирать, мы когда говорим я да себе, знаете, всегда говорят, когда ты говоришь нет, другому проверь, не говори, да, другому проверь, не говори, что ты нет себе. Так вот, когда вы говорите да себе, вы говорите нет другому, это тоже бывает больно. Поэтому, наверное, первый шаг это посмотреть, действительно ли они близкие. Понимаете, это круто, когда семья это близкие. Это круто, когда семья это близкие, но это не всегда так. Иногда семья это номинально вместе живущие чужие люди, которые из-за своих страхов и социального какого-то стереотипа боятся перестать жить вместе. И не всегда семья это близкие, не всегда близкие это близкие. Какой техникой можно нейтрализовать эту дуальность? Я говорила, если ты у меня была в Кэссов, то ГП-4, поищи ГП-4 тогда. Конечно, можно дуально снимать с картами через снятие заряда. Можно дуально снимать с картами через снятие заряда. Для тех, кто у меня в денежных расстановках, потому что ответ же явно, вопрос же явно от кого-то своих. Можно снимать с картами через снятие заряда. Можно снимать с картами через десенсибилизацию. Можно снимать с картами через провозглашение правды. И то, и то, и то, и то прекрасно работает. Можно работать, Вика, можно работать через симптом. Техника работы с симптомом совершенно чудесным образом снимает эту историю. Так, знаю свою скорость в обучении и тем самым реализации денег. Как увеличить скорость и качество? Я пробую сейчас понять вопрос. Знаю свою скорость в обучении и тем самым реализации денег. Как увеличить скорость и качество? Мне слишком мало на самом деле, потому что я не знаю вашей скорости, не знаю типа вашего обучения. Ну, не знаю, прослушивайте аудио на ускоренном. Это вопрос больше по тайм-менеджменту, если я вообще, в принципе, правильно его поняла. Он так сформулируется, что я не до конца понимаю суть. Вау, вопросов накидали, ничего себе. Так, если муж мало зарабатывает, что я могу сделать? Финансовая нагрузка почти вся на мне, частичность пассивного дохода. Я вам сейчас расскажу историю. Я вам сейчас короткую историю, не пугайтесь. Встречается мужчина с женщиной. И идут они плыть на лодке. Женщина садится, она красивая, мужчина гребёт. Да? Мужчина гребёт. Потом мужчина устал, ну реально устал. И он говорит, я отдохну. Что делает обычно женщина? Напишите мне, что обычно делает... Мужчина ложится, он реально устал, ему нужно отдохнуть. Что делает женщина в большинстве случаев? Зум, можно не писать, я потом... Ну это долго будет. А вот Инстаграм и Фейсбук напишите, что делает женщина. Не буду долго ждать, потому что реально вижу сообщение море. А женщина обычно в это время садится рядом и гребёт. Вот он отдыхает, а она начинает грести, правильно? А она начинает грести. Оля, оливай, и женщина бы ждала. Это прекрасно, когда женщина садится, даже не садится, ждёт, а ложится рядом с ним и отдыхает. Вот это прекрасно, когда женщина ложится рядом с ним и отдыхает. Но большинство садятся грести. Большинство. Мужчины, простите, но так мы устроены. Многие. Женщины начинают грести. Скажите внимание вопрос, для чего мужчине подниматься и начинать грести, если женщина уже гребёт, если она уже вёсла перехватила. И потом гребёт женщина. А для того, чтобы женщина не гребла, когда мужчина ложится отдыхать, она говорит, конечно, любимый, отдохни. И рассказывает ему, как ей нравилось наблюдать, какой он красивый, какой он сильный, как у него играли мускулы, когда он гребут, простите. И она рассказывает ему, как классно. Она лежит, отдыхает вместе с ним. И она рассказывает ему, и здесь про доверие мужчине и миру тоже. Если вы хотите, чтобы грёг мужчина. Да, здесь очень... А потом она садится, смотрит и говорит, любимый, мы заблудились. И начинает плакать. Не грести, а плакать. И мужчина, который знает, как женщина восхищается им, когда он гребёт, видя женские слёзы, подрывается, начинает грести. Это такая ловушка, в которую падают женщины. Женщины, которые зарываются в материнский инстинкт. Мы очень много на денежных расстановках, на модуле, на проекте есть такой модуль «Любовь и деньги». Вот конфликт «Любовь и деньги». Вот эти все истории, баланса между мужским, женским, деньгами, по-мужски, по-женски, отношения. Вот это вот всё мы разгребаем по прядям там. Поэтому если муж мало зарабатывает, и вас-то не... Есть другая история, люди. Есть другая история. Есть женщины, которые зарабатывают не потому, что это нагрузка, а потому что им в драйв, потому что им хочется, потому что им интересно. Я знаю прекрасные пары, где женщины зарабатывают больше. Я не говорю даже не про семейные бизнесы. Я говорю, что отдельно работает женщина, отдельно работает мужчина, женщина зарабатывает в разы больше. И они друг с другом продолжают оставаться жить, и у них хорошо на других контекстах. А этот контекст, в принципе, их не парит. Это тоже окей, это тоже нормально, потому что иногда бывает за стереотипом о том, что только мужчина должен зарабатывать больше. Ну, и там женщина говорит, нет, меня это не устраивает, ты мне должен. И не признаётся в том, что, в принципе, ей нравится это положение мужчин. Но если не нравится, да, тоже смотреть на ту самую вторичную выгоду, либо честно признавать, что если не нравится. Если не нравится, начинаем плакать, девочки. Начинаем плакать, если не нравится. А в целом, ну, такая штука, что... Да не побьют меня сейчас приверженцы, значит, юбок в пол, распущенных кос и вот это вот всего видичество. Как по мне, женщина очень самодостаточный персонаж, и вполне себе может быть с мужчиной не только из-за денег, поскольку очень часто деньги могут стать таким, знаете, когда женщина начинает блокировать себе увеличение дохода, буквально, если я зарабатывать буду ещё больше у него, то наши отношения распадутся. Поэтому, что вы можете сделать... И опять же, смотрите, Юля, вы задали вопрос, что вы можете сделать. Да, не что... Нет вопроса от мужа. Что вы можете сделать? Да, вы можете начать плакать не в смысле, я не пытаюсь вас на слёзы, да, там как-то пробить, а пойти в свою слабость и довериться мужу, довериться... Я бы рекомендовала сопровождение специалиста, потому что тут можно, конечно, заиграться, и можно в опасность попасть в определённую игру. Да, до плакания нужно навосхищаться, конечно. До того, как садится плакать, нужно восхищаться. Есть такое прекрасное упражнение. Девочки, простите, мужчины закрывают все уши. Называется «Бог на кухне». Вот попробуйте смотреть на мужчину, как на Бога. Удивительное упражнение. Видите его недостатки, видите... Ну, попробуйте смотреть на мужчину, как на Бога. Как на царя. Это не про поклонение. Рядом с царём царица. Это не про поклонение. Это про своё достоинство. Но это, блин, очень большая тема. Так, что у нас по времени? Коллеги прекрасные, которые в аквариуме, реально, подключайте меня. А я сейчас делаю финтушами. Сейчас всё будет гораздо проще. Выключить звук для всех. Что-то я не сразу сообразила. Всё, у всех звук выключен. Поехали дальше. Так, тихо. Как бы мне это... Потеряла за то, где были. Сейчас быстренько найду. Как научиться говорить? Это мы ещё не читали. Нет, читали. Так, как научиться говорить мужу о своих желаниях без чувства страха и что мне откажут? Как побороть страх отвержения и покинности? Папу не знаю, никогда не видела и нет чувства, что у меня... Здесь целых три вопроса. Здесь целых три вопроса. Знаете, я когда первый раз... Я тоже такая самостоятельная барышня была, очень долго. Я когда самый первый раз... Я просто историю расскажу. Да, значит... Надеюсь, муж меня поймёт. Ну, он всё понимает. Значит, была у нас ситуация... Ты в отношении... Ой-ой-ой-ой-ой. Была ситуация, когда я почувствовала, что я злюсь на мужа. Причём я злюсь на него в том контексте, в котором... Ну, в принципе, он реально не может не изменить. Ну, действительно, вот не может. А я злюсь. Даже не так. Я заметила, что я его начинаю вот это вот... Знаете, как женщина начинает поклёвывать? Вот я заметила, что я его начинаю поклёвывать. Заметила, остановилась, спросила себя Сан Борисовна. Ты чего докопалась? Честно признала, что я злюсь. Честно понимаю же, что он ничего не может изменить. Ну, реально не может. То есть я же саму ситуацию знаю. Честно спросила, чего тебе надо? Вот что бы тебя сейчас успокоило? Честно бы поняла. Подарок. Вот реально мне нужна компенсация моих неудобств. Мне нужна компенсация. Я понимаю, что я хочу подарок. И я вдруг ловлю себя, вот честно, ловлю себя о том, что я никогда не просила мужчины подарок. Никогда. Но я понимаю, что это сейчас меня успокоит. И, собственно говоря, сейчас. Как я вас... Кто это мне написал сейчас? Да, Марьян? Как я вас понимаю? Как я дышала, когда я первый раз попросила у мужа подарок? Это же очень просто на самом деле сказать, я хочу подарок. Но это сейчас уже очень просто. А первый раз, а это было реально очень страшно. Я очень понимаю этот момент, когда было очень страшно. И, наверное, первый раз просто попробовать попросить. Не с позиции унижения, а с позиции, ну, побаловать меня, позаботиться обо мне. Не с позиции... Да, вот я даже не могу сейчас, тоже у меня его нету, да, протранслировать эту энергию. Когда многие путают просьбу, женскую просьбу с попрошайничеством. И пойти в эту женскую просьбу первый раз... Просьба для женщины – это один из языков, один из способов решения задачи. Один из. Предполагается, что просьба может быть не удовлетворена. Когда вы просите, есть либо мне, либо да, либо меня отвергли. Но, может быть, нет, не вас отвергли, а невозможность это сделать. И попробовать посмотреть... Я знаю, что говорить сейчас проще, чем делать. Отдаю себе отчёт. Попробовать посмотреть на это, как на язык решения своей задачи. И первое время будет страх. Потому что как говорить без чувства страха? Попробуйте для начала говорить с чувством страха. И проговаривать страх словами через рот. Потому что, знаешь, я боюсь, что ты мне сейчас откажешь, но мне очень хочется тебя попросить. Или мне почему-то страшно, что ты мне откажешь. Хотя я понимаю, что даже если ты откажешь, это не потому, что ты меня не любишь. Но я попрошу тебя. Вначале говорить с чувством страха. Несколько раз... Мне хватило одного раза, причём, честно, вот этот самый первый раз, когда я попросила подарок, меня прошибло и дрожью, и меня бросило и в жар, и в холод, и потремарило. Ну, потому что... Потому что тоже учусь. Да? Тоже училась. Очень долго. Вот как проработать страх отвержения и покинутости? Ну, проработать травму, которая её вызывает. Вот тут вот сказать, он, знаете, страх тебе дох. Сейчас я вам дам какую-то технику, и она у вас пропадёт. Ну, нет. Потому что травма отверженности, это травма отверженности, одна из достаточно серьёзных травм. Большой вероятность, ну, то есть детский возраст. Вот пойти к специалисту и проработать. Какими инструментами можно в расстановках? Я больше люблю микс расстановки и телески. Травма отверженности, большой вероятностью где-то есть ещё... Ну, может там быть шоково. Я, знаете, как тут на одном комментарии. Папу не знаю, никогда не видела, не чувствую, что у меня есть папа. Это третий момент. С этим тоже надо работать. С этим в расстановках работаю. Это расстановки. Поняла, что есть провал самоценности, и это отражается на финансовом благополучии. Что делать? Поднимать самоценность, прорабатывать травму, которая убила самоценность. Самоценность травма отобранного достоинства, с большой вероятностью травма насилия. Вот смотрите, что делать? Ну, прорабатывать этих специалистов и работать с этим. Нету. Есть какие-то такие вещи, которые... Я сам сама такая. Иногда хочется какого-то чего-то такого волшебного. Или вот чтобы один раз делал, и потом на всю жизнь. Я в своих вопросах на это тоже падала. Что один раз делал, и потом на всю жизнь. А нет, есть какие-то вещи, которые ты просто делаешь всё время. Вот просто делаешь всё время. Мы зубы чистим каждый день. Два раза в день обычно. Да, там, умываемся мы каждый день. Там, в душ принимаем. Каждый день. Да, и какие-то вещи нужно просто идти прорабатывать. Вот не что, что можно сделать. Можно пойти к специалисту и проработать. И проработать это. Но ничего другого не сделаешь. Хэппи-эндом. Не знаю. Жили долго и счастливо. Да. Как протестировать цену на свой продукт? Ну, блин. Пойти учиться там, где я рассказываю, как это протестируют. Ну, в самом деле. В чате у кого-то включён микрофон. Вроде всё выключили. Это я. Когда озвучили-то, какие мысли гоню. А, ну, совпали, значит, да? У некоторых включи микрофоны. Я вроде у всех выключила. Надеюсь, что это было раньше. Как стать женщиной, возле которой растут? И как стать... Смотрите. Женщина, возле которой растёт... Давайте я очень коротко. Это тоже, на самом деле, из модуля про любовь и деньги. Это оттуда. Вот есть две основные поставки. Есть четыре поставки. Женщины, мы сейчас не будем туда очень долго. Есть две основные. Это женщина-мать. Это женщина в материнском инстинкте. И женщина-женщина. Это не значит, что женщина-женщина, она не может быть мать. Это женщина, которая контролирует свой материнский инстинкт. Материнский инстинкт настолько сильная штука. И такую штуку с нами играет. Так вот, женщина, рядом с которой растут, Вот эта женщина, рядом с которой растёт мужчина сам. Это женщина, которая контролирует свой материнский инстинкт. Это тоже работа, причём непростая. Знаете разницу? Я вам сейчас попробую на словах передать, хотя это будет сложно. Вот женщина-мать, женщина в материнском инстинкте, она рождается ребёнок, она на него смотрит и говорит юрист или хирург. Тут ещё вот эта крокозябличка с лапочками, она смотрит, видит хирурга. Она видит потенциал. И она начинает тянуть ребёнка и делать из него условно хирурга или юриста, или ещё кого-то. И она всё время сравнивает то, что есть, с тем, что она себе нарисовала. И недовольна. У неё есть претензии. Вот это вот претензии женщины. Постоянное недовольство. Это признак женщины-мать. А у неё ребёночек, и она его растит. Это женщина-мать. Женщина-мать любовь даёт. Женщина-мать любовь даёт. А женщина-женщина в любви пребывает. Она проживает любовь. Она просто сама в этом состоянии находится. И тогда мужчина свободен рядом с ней. Он может напитываться, но он свободен. Мужчине, чтобы расти, нужна свобода. А женщины свободу мужчине не дают. В большинстве своём. Мужская свобода женщину пугает. И это вопросы к доверию, даже не к доверию мужчины, это вопросы к доверию миру. Это вопросы к доверию себе. Это вопросы к доверию судьбе. Женщина, возле которой растёт, это женщина, которая проживает любовь, оставляя мужчине место рядом с собой, оставляя его в покое, которая даёт мужчине свободу. Это огромная тема. Два дня про это говорим, и то не переговорим. Да, ну вот попробуйте посмотреть, где вы, да, если это... А, это ещё и в личные почему-то мне были отправить. Да, попробуйте посмотреть, где вы, возможно, где вы не даёте этой свободы мужчине. Так, микрофон, опять микрофон. Я вроде ответила, берёт, вёсла гребёт за него, поотвечала. Та-да-да-да-дам, пам-пам. Как выйти из убогости, чтобы наконец зарабатывать и заявлять о себе? Первые два шага. Тут тоже целых несколько вопросов. Первые два шага. Как выйти из убогости, да? Первое. Первые два. Так, у нас ещё минут 15, и переходим в саму работу. А то очень много денег забирает. 10 процентов. Сколько бы вы не зарабатывали? 10 процентов. Детские деньги. Это первый шаг, который нужно начинать делать. Вот есть вот 100 долларов, 10 долларов ваше на удовольствие. Хоть я не знаю, что происходит. 10 процентов без угрызения совести вам нужно вместиться в 90. 10 процентов, 10 долларов – ваше удовольствие. Это позволит начать включить ресурс, который впоследствии… Это первый шаг. Следующий шаг – выделять какую-то минимальную хотя бы денежку, отдавать на благотворительность и делать кофе-медитацию. Это следующий шаг. Это чтобы выйти из убогости. А чтобы, наконец, начать зарабатывать – это второй момент. И заявить о себе. Это другое. Они взаимосвязаны, но они параллельны. Вот выйти из убогости – это фокусироваться на… «Но у меня есть, у меня есть для себя, у меня есть для себя, и мне классно от этого». Вот это начинает выводить из убогости. Это помогает включить ресурс. Ну, либо огонь где-то там сзади, когда вы понимаете, что под ногами почва горит, и вы просто, если не будете зарабатывать, так не дай бог, случится что-то очень тяжёлое, там, не знаю, не выживет кто-то. И вот тогда… Но лучше до этого себя не доводить. А чтобы начать зарабатывать, чтобы заявлять себе, как выйти, начать смотреть, что мешает. Смотрите, я буду делать эфир. У нас есть… У меня, по-моему, запланировано это в эфире, когда… Как снять себя с тормоза. Вот покараульте этот эфир. Есть три основные составляющие, которые не дают начать действовать. Вот если это «наконец начать зарабатывать», есть три основные составляющие – начать действовать. Покараульте этот эфир, там почти часовой эфир будет, я буду рассказывать про это. Да, ну и смотреть, что мешает заявлять о себе. Ну реально, идти прорабатывать, идти смотреть на это. Покараульте эфир, что мешает начать действовать. Как само себя разблокировать? Вы когда-то пытались самой себе лечить зубы? Вот у меня сейчас вопрос с зубами встал. Я точно знаю, что самой себе я зубы не буду лечить. Ну не могу я сама себе лечить зубы. Не могу. Попробуйте найти, если прям вот вообще-вообще не хочется идти к специалисту, найдите мой проект в Телеграме, добавьтесь, называется «Магический месяц». Это бесплатно, это уже давно самоорганизующийся проект, там все записи есть. И начинайте раскачивать себя через вот эту вот схему магического месяца, начиная с первого задания. Это поможет включить энергию и задать ей хороший вектор. Анекдот. Жена мужа, дорогой с тобой, ну что ты у меня... Такой неумный, лежишь на диване уже шестой год. Да, анекдот в тему. Верочка, спасибо, дорогая. Жена мужа, дорогой, что ты у меня такой неумный, лежишь на диване уже шестой год. Муж отвечает, дорогая, как ты думаешь, лежу на диване шесть лет, и у меня все хорошо. Это я неумный? Да, написала вам личные сообщения в Инсте в понедельник. Очень нуждаюсь в вашем ответе. Прошу вас увидеть мое письмо в Инстаграме. Я не видела ваше письмо в Инстаграме. Ну да, личку я могу пропускать. Так бывает, у меня бывает море сообщений, я могу, я посмотрю. Я не знаю, в чем, я не видела ваше сообщение. Я не очень... Может, она в спам попала, и я его просто удалила, потому что я спам даже не открываю. Папка спам, да, запросы я открываю, а папка отфильтрованных сообщений, я его даже не открываю, я его просто автоматически удаляю. Может быть, я просто не увидела его. Хорошо. На этом, похоже, все. Я сейчас буду отключаться с Фейсбука и Инстаграм. Напишите мне, пожалуйста, нравится ли... Аланочка, спасибо. Нравится ли вам такой вариант? Я вот пока не очень поняла, но мне хотелось попробовать. Нравится ли вам такой вариант эфиров? Я на какое-то время этот эфир сохраню, а потом, может быть, даже удалю. Дайте мне обратную связь. Не сейчас, напишите мне в директ. Дайте мне обратную связь, пожалуйста. Это я уже подключаюсь до того, чтобы вести аквариум, выбирать клиента и вести аквариум. Интересны ли вам такие форматы эфиров? Исходя из вашей обратной связи, я буду понимать, делает ли дальше такую штуку. Что у меня здесь? Крутой формат. Да, в аквариуме я понимаю, я буду это делать. Ждем денежных расстановок с 5 октября. Окей, сейчас у нас еще аквариум. Ну, собственно говоря, сама работа. Те, кто в аквариуме, давайте, те, кто хочет участвовать, те, кто хочет пойти в рандом, да, сейчас, ну, не знаю, 2-3 минуты я попрощаюсь с людьми в Facebook, Instagram, и будем делать выбор. Прекрасно. Делитесь эфиром, если вам было интересно, дайте обратную связь, продолжать ли такой формат, либо делать тематически, как я это делаю обычно. Напишите. Дело в том, сейчас комментарии удалятся. Вот печально, что комментарии удалятся в Instagram, и их не видно. На этом я с вами прощаюсь. Пока-пока. До завтра. Так, тут я...